Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое во всей земли, Як Он взяться великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 11 января, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Соборного Послания Святаго Апостола Петра, глава 1, стих с 1 по 10. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам, да умножится в познании Бога, и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха, и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Итак, дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами обращаем свой взор на второе соборное послание святого апостола Петра, глава 1 стихи, с 1 по 10. В первом стихе мы читаем Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы читаем «Принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Что значит равнодрагоценную? Равную для кого? Для всех. Вера новая – это вера в Иисуса Христа, в котором оправдываются все племена земные, в котором все племена земли, и все народы имеют возможность стать наследниками обетований Божьих, быть усыновлены Богу. И это, конечно же, коррелирует с тем представлением иудеев об их богоизбранности, об их важности и об абсолютности их спасения, так как они принадлежат к истинному народу Божию. В этом прослеживается некий универсализм. Теперь нет одного народа Божия, но все могут стать народом Божиим, уверовав во Христа. Здесь не нужно родиться иудеям, здесь нужно открыть свое сердце, верив в Бога. Поэтому и пишет Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, слова, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам доумножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Мир и благодать это то, что должно умножаться в людях, которые стремятся познать Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. Апостол Петр призывает эту благодать на слушающих. И далее он будет говорить, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть, умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Для апостола Петра важно Бога познания, познать Господа, познать Его дела. В чем же заключается та истина, которую должны познать люди в добродетели рассудительности, в рассудительности воздержания и так далее по тексту. Это познание того, что сделал для нас Господь. Бог для нас воплотился. Буквально несколько назад дней мы праздновали светлое Христово Рождество. Христос пришел в этот мир, воплотился, чтобы, как сказано в послании апостола Павла к Галатам, мы были искуплены и мы были усыновлены Богом, прощены Богом через Иисуса Христа, через Его крестные страдания, через Его смерть. И в этом прослеживается великая любовь Божия, что Бог Сына Своего Единородного не пожалел для того, чтобы спасти весь род человеческий. И в познании Господа нашего Иисуса Христа мы должны приходить именно через это, через познание Его любви. И именно на это делает упор апостол Петр, именно на этом он акцентирует наше внимание. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью. Нам даровано все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью. Мы должны познать Бога. Познание это библейское, это библейский термин, есть разные понимания познания, но познать это значит максимально глубоко проникнуть в природу отношений человека и Бога. И мы видим, какова это природа. Как мы уже сказали, это природа любви. Бог изливает на нас свою любовь и готов принять зрак раба, как говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, и быть послушным Богу даже до смерти, смерти крестной. И претерпев эти крестные страдания из любви к человечеству, Бог и подает нам все полезное, ту божественную силу, которой даровано нам все потребное для жизни и благочестия, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них саделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Задача каждого христианина, по мысли апостола Петра, это удаляться от господствующего в мире растления похотью. Каким образом? Через познание Бога, через его жизнь, жизнь в Боге, которым дарованы нам великие драгоценные обетования. Обетования, которые были дарованы Аврааму, что во Христе Иисусе мы все племена земные наследуют землю. Эту идею хорошо раскрывает нам и апостол Павел в послании Галатам. И мы видим, что апостол Петр и апостол Павел они единомысленны в своей проповеди, в проповеди того, что мы должны жить во Христе, жить в познании Бога, в познании Бога через причастие его жизни, через таинство церкви и через добродетельную жизнь, которую призывает нас апостолы. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова